всем привет друзья наконец-то приехала очередная посылка долгожданная если заметили сейчас доставка очень долго идет я уже пробовал разные варианты ранее уже говорил и быструю сейчас доставку заказывают это быстрая доставка но тем не менее ни хрена не быстро она едет и что самое примечательное любые транспортные компании любые перевозчики которые везут из китая все едут с одной скоростью нет такого чтоб раз и привезли одни привезли за неделю вторые привели за месяц все едут примерно одинаково я не знаю с чем это связано но сроки доставки очень сильно увеличились все же наверно это на себе прочувствовали вот здесь в посылке будет вентилятор которая себе заказывала вот он приехал ну практически через неделю сентябрь и на хрена он мне сейчас нужен если жара уже закончилась так что кто там пишет мне где посылка что так долго ребята я уже сто пятьсот тысяч раз сказал сроки доставки способы доставки от меня вообще никак не зависит вот отправили товар вот как он приедет так он и приедет я никак не могу на это повлиять посылка никак не отслеживается пока она едет из китая до москвы то есть прямым рейсом едет машина нигде не останавливается она вообще нигде не отслеживается сроки от нас вообще никак не зависит вот как она приедет так и приедет поэтому набираемся терпения и ждем так здесь всего три коробки 30 килограмм небольшая посылка будет немножко инструмента works также будет мой супер крутой вентилятор почему он крутой просто когда вы его увидите обалдеете от его дизайна и функционала так но здесь вещи видите здесь все приехала ускоренный как бы посылка все вместе так то здесь сумки несколько штук будет вот они разные какие-то вещи детские носки всякое такое белье наверно тоже будет пакеты я брал себе это кажется покупал пакеты мусорные что-то не вообще там дешевые и на видео такие прочные классные с ручками точнее затяжками дешевле чем купить у нас здесь футболки детские видите да несколько штук разных цветов детская что-то здесь у нас коробка я так понимаю конструктор кажется там был какой-то вроде бы заказом уже детский но да тут всякие такие деталь ушки на магнитах ну еще несколько сумок 1 такая классная красивая и что-то из вещей и черная чурсунка в принципе здесь кажется 5 штук приехала до 3 красных и 2 черных что-то тяжелая большая тяжелая коробка точнее коробка не очень большая но она очень тяжелый не знаю что здесь а тут разная химия я заказывал вот она почему тяжелая здесь диски для плитка реза вандели приехали кстати они уже закончились это вот новая партия пришла кому надо заказывайте их разбирают очень быстро так это кожах для болгарки помните одно время их очень много часто заказывали как бы защита и с площадкой на сайте не у меня есть можете посмотреть и тут всевозможные такие таблетки для прочищать канализацию японские какие-то жидкость тоже несколько пузырьков которая жир разъедает полностью там судя по их описанию и рекламки принципе ну здесь все наверно от одного до продавца это все из этой темы единственно вот это что-то будет другое да это я себе покупал этим обогрев для стекол в том году ставили обогрев я покупал мне поставили все замечательно на пол зимы хватило одно перегорела вскрыли стекло сняли до воде контакты туда каким-то образом я не знаю попала влага ну естественно замкнула и перегорела вот купил другом месте вот теперь нужно будет их установить два комплекта второй нормальный а этот почему-то перегорел как туда влага попала непонятно это видимо скотч двухсторонний штука очень классная у кого нет обогрева рекомендую чтобы зимой не скребком шкрябать зеркало а именно вот включил у меня он подключили к этому к обогреву заднего стекла и работает все вместе обогрев стекла заднего и обогрев зеркал здесь будет этот перфоратор чемоданчик кстати чемоданчик я взял если кому надо пишите на продажу такой чемоданчик мне кстати кажется еще один есть да если кому надо то есть знаете да что это видите разрезано то есть выбирается под инструмент под какую-то аппаратуру очень многие покупают такие чемоданы под фототехнику потому что вот выбирается под размер допустим объектива полностью из вот этого поролона они маленькие видите прорезанные там сантиметр на сантиметр выбирается укладывается никогда не болтается не трется друг об друга и четко лежит в этом чемодане потому что фототехника особенно она очень дорогая либо какой-то инструмент я про такое рассказывал у меня есть видео на канале у меня там большой чемодан огромный пластиковый полностью герметичный может плавать и ничего ему не будет не протекает вот и там мне лежит несколько инструментов я специально брал большой да и разложил инструмент перфоратор гайковерт шуруповерт аккумуляторы все это в одном месте так что то еще из вещей и здесь у нас перфоратор зарядная на два почему-то аккумулятора патрон но это стандартно там комплектация еще такой комплект сверл здесь тоже сверла ну и сам перфоратор обзор на него я делал у меня такой же перфоратор есть я его купил самый первый как он только появился на рынке вот самый первый я купил делал обзор в принципе с этого перфоратора и пошли аккумуляторы на новой базе все работает здесь есть классная функция вот кнопка красная кто не смотрел кто не знает это бережный удар он позиционируется таким образом что когда сверлишь уже в готовой стене плитка лежит до если обычным долбанешь ударом сильным то плитку разобьешь 100 процентов а это сделано там щадящий удар он не такой сильный как при обычном ударе и он сверлит и ударяет очень очень слабо и таким образом аккуратно очень сверлит отверстие уже в готовой плитке именно вот включаешь эту функцию и работаешь уже принципе есть и новые модели они как бы уже давно есть помощнее это 2 и 4 кажется джоуля ну полноценный перфоратор 24 джоуля они принципе все даже электрические вот сети имеет такой удар такую мощность и вот аккумуляторный примерно такой же мощности что очень круто были еще до этого маленькие там всего один джоуль удар и даже такой не стал себе покупать оранжевые они принципе сейчас продаются ну слабенький его используют только если электрики где ну не сложные работы исключительно там просверлить отверстие под дюбель вот электрики обычно покупают такие а если полноценные нужно что-то долбить вот этот самый лучший вариант ну и наконец мой вентилятор ну что открываем я очень не видел вот такой у него бомбический дизайн забыл как он правильно называется короче как видите здесь лопастей открытых нету как у обычного вентилятора здесь идет здесь стоит мотор и воздух отсюда идет направленного действия вот он крутится во все стороны естественно вот эта часть меняется угол на стену крепится я специально брал чтобы крепить на стену потому что вот у меня вентилятор есть сейчас и он когда началась жира в этом году включаем он не работает я специально покупал раньше настенный потому что на стене он во первых место не занимает потому что напольный настольный нужно куда-то поставить вот она стенный повесил и про него забыл направил его в нужное место нужную сторону он крутит обдувается замечательно именно поэтому я его купил именно настенный вот когда у нас он перестал работать по весне я хотел купить такой же потому что не знал что с ним случилось я разобрался нормально нигде ничего не сгоревшие и не знал будет работать или нет поездил по магазинам вообще нигде нет настенных вентиляторов я не знаю почему их перестали делать я именно в китае искал именно тоже такой же настенный вот и случайно увидел такого типа вообще классный мне понравился по дизайну и воздух идет плотно потоком из этих щелей вот но не знаю как он по мощности надо его включить и проверить еще видите шнур оказывается отсоединяется а я думаю где шнур сейчас я его сейчас включу посмотрим и плюс он еще на дистанционном управлении вот такой компактный пульт стильный очень кстати пульт вообще бомбический смотрите какой шикарный пульт это что ты тут лапать обычно здоровый с тремя кнопками а здесь вот как вот в автомобиле знаете есть такие ключи и это самая батарейка такая таблетка здесь будет вилка естественно китайская у меня это не пугает потому что мне все розетки новые которые себе поставил все китайские и куда можно подключить абсолютно любую вилку об этом даже снимал отдельное видео рассказывал про свои розетки включилась видите здесь сенсорное управление и показывает силу обдува максимально 9 здесь получается вот ну дует нормально я скажу очень даже нормально вот лист бумаги до двойной виде да насколько мощность его а самое главное заметили нет такого шума как при обычном вентиляторе он не гудит просто идет звук такого как поток воздуха нет это вот так вот ночью мы включали да потому что спать невозможно было и вот он всю ночь гудит гул такой от обычного вентилятора лопастного а этот вот практически бесшумный в принципе вот такой классный вентилятор идут принципе он нормально все что приехала показал вентилятор вообще бомба вообще классный и имейте ввиду как всегда запасайтесь заранее вот потому что я вот поехал до вентилятора сказал их во первых нету даже ты на есть и заехал в есть вентилятора нету все разобрали все размели жара было все размели даже в наличии не было в магазине вентиляторов никаких вообще не то что там навесной такой на стены как я искал а вообще никаких не было вот и все надо готовиться заранее тот нам вентилятор отремонтировали слава богу он работает вот теперь будет 21 в комнату другой спальню повесим готовься они летом все прекрасно знаете эту поговорку заказы принимаем кому надо что-то привести обращайтесь но имейте ввиду что доставка уже не будет такой быстро как раньше если раньше там за месяц приезжала теперь минимум полтора два вот имейте это ввиду просто закладывайте это сроки доставки если что-то срочно то естественно здесь уже никак не поможем потому что многие звонят вот мне надо через неделю доставка из китая так не работает чтобы ты раз и через неделю получил поэтому кому что-то надо ссылка на сайт будет всегда принципе есть переходим заказываем смотрим многие товары есть наличие также обязательно ставим лайки подписываемся на канал если что-то интересно спрашиваете задавайте вопросы пишите комментарии и до новых встреч